Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап инди-хорроры, просто потому, что это уже третий за сегодня инди-хоррор, который пытаюсь записывать. Вы говорите, где инди-хорроры, где инди-хорроры? Нету их. Сплошнейшее говнище выходит. Вот реально третий за сегодня я записываю. И просто реально ничего нет. Там такое говно в них происходит, что просто беда. Здесь, судя по всему, тоже говно такое же происходит, потому что у меня на экране мышка появляется. Нахер мне здесь мышка нужна? Почему нельзя сделать то, чтобы я ее не видел? Нажми F или клик тупик объекта на интеракт с Z. Во! Мышка пропала. Ну да ладно. Короче говоря, игра называется The Hum. И Hum. Ну это про меня. Я такой вообще. Humlo, короче говоря. Про какой-то контакт с чужими инопланетными цивилизациями. И как раз в преддверии выхода Alien Isolation, как говорится, мы с вами поиграем в игрушку под названием Hum. Visit Zotwise.com Нет, спасибо. А, посетите. Как-то это можно набрать, что ли? Мариана Барчи, Мариана Мансила, Густаво Шрейс, Ариэл Ариас. Да ладно. Короче, заходите на этот сайт. Возможно, что-нибудь полезное вас там ждет. Не понимаю, почему у меня фонарик не работает, хотя я его подобрал. Это, конечно, все замечательно, все очень классно, но... Типичный компьютер любого неопытного пользователя, как вы видите, потому что рабочий стол засран. Типичный рабочий стол любого государственного служащего из любой госконторы, потому что там происходит абсолютно то же самое. Отчеты, файлы, говнище ненужные, игры, пар... А, он наев... По ходу дела, мой главный герой уже повзаимодействовал с инопланетными разами, потому что фонарик держится тупо на весу. Вообще, его, по ходу дела, прокляли, то ли каким-то... И эволюция с ним произошла. Короче, фонарик просто витает в воздухе. Левитирует, так сказать. Ну, замечательно. Галактика была... А, галактическая война здесь. Уже пришла? Ребятки, вы на войну прилетели, да? Вы подождите, вы особо не расслабляетесь. Вы хоть знаете, куда вы прилетели? Я, конечно, понимаю, что в Америке вам никто ничего не ответит, и ни с кем вы не справ... Точнее, со всеми вы там справитесь. Ну, попробуйте на Россию напасть. Попробуйте, попробуйте. Особенно, когда станет похолоднее, это я посмотрю на вас потом. Пресс-С, окей. Не, ну, как бы страшненько, конечно. Ну, да, но не совсем. Фу! Хе-хе-хе. Опа, сачок. Не, ну, естественно, может быть он глотнется сачка, ему станет попроще, потому что, может быть, он спохмелищ из дикого. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мне, наверное, не стоит к ним подходить. Хотя я бы, конечно, сделал. Сейчас глупости подошел, проверил бы, что стало. Давайте попробуем посмотреть, что будет, если мы на них нарвемся. Как бы надо знать врага в лицо. Привет! Сдавайся! Ха-ха-ха! Оу! Не! Ха-ха-ха! Он меня диском убил. Спасибо, чувак. Окей, понятно. Все, понял. Не палимся. Погнали дальше. Все. Короче говоря, если нас запаливают, то нас с вами убивают. Понятное дело. Само собой. Давайте тогда будем аккуратно, короче, дергаться. Так, сейчас сачку возьмем. Опа. И погнали. Так, они меня, собственно говоря, не видят. Они меня не видят, даже если я хожу около них пешком. Иди нахер! Да как это так-то? Как ты меня спалил-то? Чего ты под столами, что ли, как таракан мне ползать теперь? Что за внеземная цивилизация? И кто вообще? Почему самого говянного представителя человечества отправили на встречу с ними? Да любой из вас. Да даже ты просто спокойно подошел к нему, сказал, Слышь ты! Херня инопланетная! Ну, командатки собрал, давай двинул отсюда! Ну, либо в панике убежал, я не знаю, как бы там, как там было-то. Собственно говоря, надо, наверное, не палиться, когда они ко мне поворачиваются, немножко вести себя поспокойнее, тогда все будет хорошо. Ну, допустим, смотри, вот он сейчас повернется, он меня не видит. Иди, давай, все, отвернись! Что это за пародия на Мэнхант? Отворачивайся, чувак! Эй, дурень, отвернись! Я ушел. Тип такой, посидел, посидел такой, опа, опа, он отвернулся, погнали! Опа, я опять сел, короче, меня опять не видно, я под стол. Естественно. Меня под столом-то хер найдешь, я пошел. Так, а вон тут свет, может быть, он еще на свету меня просто запалил? Спокойненько. Товарищи, не гневаемся, сидим спокойно, вы ничего не видели, вы никого не знаете. Да ладно, а что, куда идти-то вообще? Может, сачку навернуть? Где сачок-то мой? А что им надо-то вообще от меня кто-нибудь скажет, нет? Хоть бы задание какое-нибудь, что ли там дали, я не знаю. Может быть, их банкой сока оглушить? Что делать надо? Эй, страшная игра, подскажи мне, что делать. Да вроде все в порядке, а что, куда? О, что это тихо? Спокойно. На И можно открывать инвентарь. Ключ от какого-то офиса, подожди, а где дверь-то от этого офиса? Ну окей, понятно, я взял ключ от офиса, еще бы найти сам офис, было бы вообще просто шедеврально. Прячемся под стол. Беги, 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 чувак, под стол. Опа. Так, он меня не видит, все спокойно. Дверь-то где? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он пальцами перебирает. Типа у него шарики в руках, такой пацан нормальный, с четками стоит. Вообще красавчик, погнали. Встань. А, тут спуск вниз есть. Вот оно что, замечательно. А я и не заметил этого спуска, так кто же виноват-то? Вон, 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 все, я дверь нашел, отлично. Здесь нету этих инопланетных ублюдков-то? Нету их, отлично, замечательно. Так, дверь открылась, ключ пропал. Мне на выход на улицу? Нет, спасибо, на выход на улицу, я никогда в жизни не пойду. Вы что, издеваетесь? Там столько инопланетян летает, а мне предлагают выйти, говорит, на улицу, чувак. А что, ты туда, что ли, выйди на улицу? Нет, других путей это не остается, ну погнали. Мой чувак обгоняет фонарик, видите, я нажимаю shift, он обгоняет фонарик, красавчик. О, вау. Опа-опа, да это вообще по стелсу игра, это как раз не для меня, я не люблю такие игры, я не могу в них играть. Ну ладно, ерзн. Опа! Я, короче, не спалюсь. Ты смотри-ка, как много тут. Это главный корабль, он сверху полетел, и много маленьких, короче, упырей. Но я лазаю по темени, меня, короче, не видно, тот чувак вообще куда-то утопал. Куда идти-то надо? Ну это такой, больше не хоррор, наверное, это элемент такой, знаете, психоделики какой-то, жести такой непонятный вообще. Для чего? Зачем он взял-то? А он на Q включается, на керосе. Фонарик можно на Q включать, представляешь? И на Q, и на E, короче, на все, что угодно. На любую... На любую кнопку можно включить фонарь. Правильно, валить, валить их всех в висок, валить всех этих инопланетян, они приехали не на свою планету, им тут нехера делать. Чё ты тут забыл, эй? Да, они следят, что ли? Да ладно, они, короче, летают и палят меня, представляешь? Летают и палят, а я пошёл вылез. Мне надо выбраться, судя по всему, из этого сраного здания. Всё, отлично, я нашёл выход в ход. Нет. Тихо, 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 я по цветам фонаря, мне нельзя сюда. Погнали полигончик. Надо поня... Понять, короче, как эти собаки... Понять, как эти собаки двигаются, с какой, короче, периодичностью, куда, в какую сторону, зачем, когда, чего они от меня хотят, почему человечество всё уже уничтожено, и почему офисный планктон смог выжить, это нереально. Офисный планктон, это первый, кто помирает в случае вторжения инопланетян. Поэтому эта игра уже изначально неправдоподобна совершенно. Я думал с самого начала, ну окей, погнали. Как это у меня запалил-то там? Мне вставать нельзя, что-то? Спокойно. Да тут ползком, короче, неделю будешь ползать, чувак. Ты чё такой, глаз застый-то? Я вроде под свет не попадал, никуда не попадал, как он меня запалил. Как, почему его убить нельзя? Давайте попробуем по той стороне поползти. По той стороне гораздо безопаснее, потому что мы уже резко дальше от него будем находиться. Тем более, там нет этих сраных бугорков, нет этих сраных кирпичей, на которые мы залазим, получается, на возвышенности очень легко палимся. их прямо расставили. Смотри, следят такие все нормально. Так, мы где? Мы почти... Нет! Тут крыши-то особо и нет, тут не спрячешься более-менее. Ну, хорошо, ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он зажимает меня. Ни хера. Ничего не знаю. Я перелезу. Вниз, вверх. Куда-нибудь перелезь, чувак. Быстрее. Там этот черт палит. Спокойно. Пойдем вон там. В обход. Во, все нормально. Мы выбрались отсюда. Вот. Тихо, 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 тихо. Найди путь на крышу. Без проблем. Вот, я нашел путь на крышу. Да тут по-любому весь... Да я уже вижу этого говныша там. Смотри, он стоит. Тут, короче, так узко. Прям вообще беда. Я боюсь. Не то, что боюсь, что сейчас что-то резкое такое случится. Я боюсь того, что он сейчас меня заметит и убьет. Все, здесь никого. Отлично, здесь опять сачок. Че ты меня открыл? Закрой его нахер. Они пустые. Да, все отлично. Эй, лошары! А я уже пробрался мимо вас. Я в доме! Я сейчас найду путь на крышу, заездку вам на корабль и убью вашего главного планетянина. Поняли? Все отлично. А я, кстати, забыл сказать, что это демка. Поэтому такого развития событий особо-то не ждите. Такого здесь никогда ничего не будет. Так, путь на крышу там. Здесь я могу пролезть? Здесь по-любому, короче, нельзя просто так что-то пропускать. Скорее всего, какой-нибудь ключ или что-нибудь типа того мы здесь найдем. А может быть и нет. Может, просто нам дали здесь полазить и, возможно, в полной версии игры здесь будет что-то полезное. Или, типа, мы такие побежим в полной версии. Такие, да, а я помню. Демку проходил, короче. Ничего там вообще все говно. Туда не надо. Туда не надо, поэтому я и не пошел. Спокойно. По-моему, пока все тихо. Так, путь на крышу. Крыша. Она кончилась. Что это такое? Не, ну в таких узких пространствах инопланетян в принципе быть не должно. Они же пошире. Они должны быть, короче, в других местах. Они были только на базе. А здесь их быть не должно. Так, вон вижу этого чувака. Отлично, хавчик. Не знаю для чего. Спокойно. Это что? Балкон. Нам сюда не надо. Где? Запалил, что ли, меня? Не. Я думал, по звуку меня пальнул, короче. Так, так, так. Если такой звук происходит, наверное, где-то кто-то рядом есть. Отлично. Я нашел путь на крыше. Только он загорожен. Я не могу с тобой пропасть. Но это значит не путь на крышу. В принципе, на крышу должна вести какая-то лестница. Почему ее здесь нет? Она кончилась. Ну, я же говорю, найди ключ. Я же говорю, мы где-то что-то могли пропустить. Ты сюда не хочешь заходить, да? Вообще никак. Ну-ка, давайте внимательно. По комнатам, по шастой, может, где-то есть ключ? В толчке, например. Да здесь в толчке даже унитаза нет. Что они забыли на этой планете? Здесь даже нормальных квартир нету. Товарищи инопланетяне, идите нахер к себе обратно там. Откуда вы прилезли? Марс, Плутон, Нептун. Откуда вы? Здесь где-нибудь есть ключ? Да что за херня-то? Все, я застрял. Да! Эй! Товарищ! Выйди отсюда. Может, мне не надо было сюда попадать? А я теперь даже проиграть нормально не смогу. Может, сразу бегу? Ху-ху-ху! Красавчик. Так, здесь нет ключа, да? Ну, окей. А где он туда может быть-то? Я здесь все облазил. Никаких ключей здесь нет. Здесь... Сраных три инопланетянина на всю игру. Или четыре. Сколько их там было? Я здесь, по-моему, уже был, да? Все исследовал. Может, подальше посмотреть? Сразу бегу? Нет, там сраный обоссанный диван. Короче, все, понятно. Погнали вниз. Может, он под ковриком где-нибудь? Я же говорил, что надо внимательно не облазить дома. А ты мне говоришь, не надо, не надо. Я же тебе говорил, надо. Сейчас по сто раз бегать тут сраные ключички в этом обосранном доме. Что за дела-то вообще? Здесь тоже нет. А где вообще ключ должен быть? У дворецкого там, или как их называют? В прихожей, в какой-нибудь. Какой он человек, который сдает ключи? А-а-а! Да как это ты че? Все, я понял, окей. А, то есть вот здесь он был, интянин был. Так, в темноте он меня не видит, отлично. Погнали полегонечку, полегонечку ключ искать быстрее. Вот здесь он где-то лежит, по-любому. Так, он за стенкой, все, отлично, он меня не видит. В диване. Нет. Бухашка. Да. Ключ где? Да ладно, неужто прям вон там у него за спиной лежит, что ли? Такого быть не может вообще, в принципе. Я до никогда в жизни не залезу. Или он напротив, напротив, в толчке. Спокойно, спокойно, чувак, спокойно. Ключ где? Где ключ-то? Да где ключ-то в конце от концов? Такой, да? Не, ну здесь я все обрыскивал, здесь не было ключа. Это я помню на сто процентов прям. Мы только что здесь были, меня что-то в панику в такую бросает. А что, если я не смогу найти ключ и не выиграю никогда? Здесь мы тоже с вами все облазивали. Опять, смотри, сраные припасы. Я же их подбирал уже. Здесь нету ключа. Открой сраный ящик. Этот тоже открой. Нету, нету ключа, нету. Нету нигде ключа, где ключ? Эй, ключ, ты где? Вот, вот сюда мы еще не лазили. Наверное. А может и лазили. А, помню, помню, я здесь рассказывал, типа, вот, точно. А что я рассказывал здесь, я здесь не рассказывал, что нам здесь делают? Нехер, здесь нет ключа, вы что, угораете? Он не может быть прямо около инопланетянина, он не может там быть. Это слишком опасно для здоровья. Иметь ключ прямо около инопланетянина. А так я все облазил. Где-то еще выход был на крышу какую-то. Не, ну давайте попробуем прямо к инопланетянину сходить. Что там? Мне-то насрать. Он, короче, меня не видит. Ну, ключ всякий должен быть где-то в комнате с ним. Да ладно, это по-вашему инопланетянин такая тупая раса, что прям просто в упор к нему он меня не видит? Ключ по-любому в раковине вот в этой лежит, я отвечаю вам. Слышь, зеленый, синий, бирюзовый, какой это цвет вообще нормальный, такой цвет нравится мне? Давай поползем поближе. Отворачивайся, чувак, отворачивайся. Красавчик. Где ключ? Там есть ключ. Нету ключа, где тут? Спокойно. Води, пошел тебя в руках, падла. Где он? Да что ж ты будешь делать? Вот, нет. Да нету тут ключа. Лестница. 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 Опа, баночка. ТО-ХО-ХО-ХО-ХО-ХО! Привет! А кто знал, что здесь все двери-то можно открыть? Кто? Я вот лично не знал. Давай, пока, товарищ. Очень было приятно с тобой познакомиться, пообщаться, сиди, бди. Тебя накажут за то, что ты просрал ключи, я тебе серьезно говорю. Так, нам вот эту дверь нужно открыть, да? Да. Спокойно. Сейчас сначала быстренько оглядываем взглядом. Ага, конечно, один уже есть. Бу, ты что-то так повернулся-то? Здесь, кстати, по управлению какая-то... По управлению какая-то херня происходит, мышка сама проскакивает иногда. Это вообще печально, если честно. Чувак, я на крышу, ты не против? Спасибо тебе большое. Встань, встань, встань. Вот. Ну и что я забыл на этой крыше? Ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё взбесился-то, алё? Они улетают! Я выиграл их! Ха-ха! Фу, чмошники! Валите отсюда нахер на свою сраную зеленую планету! Я пошутил! Чуваки, вы чё творите-то? Походу, я их разозлил. Я разозлил на планете. Вот это беда. Окей. Спасибо за игру в эту при-альфу. Такие дела, ребятушки. Вот такое вот нас ожидает с вами мрачное будущее по поводу инди-хорров. Я не знаю, я, конечно, порыскаю, может быть, ещё что-нибудь хорошенького найду. Но всё заканчивается на этом. Поэтому не надо лишний раз спрашивать меня, где инди-хорроры. Нету нормальных инди-хорров. Знаете нормальные инди-хорры, предлагайте их Тимофею. Затем всё. Ссылка на плейс в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих хороших инди-хоррорах, которые, я надеюсь, что я найду. Я думаю, этот контакт с другими реализациями будет плохим. Короче, Стивен Хокинг что-то говорит. Стивен Хокинг такой чувак, короче, на инвалидной коляске, который разговаривает через какой-то непонятный приёмник, которого постоянно упоминают в теории Большого Взрыва. Да, я её смотрю. Всем пока. Раньше здесь был мат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова